Уважаемые гости, добрый день! Мы рады вас приветствовать в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Сегодня в продолжении программы «Дорожаственных номеров» для приятия в 300-летие приглашения России в Береме мы тут открываем выставку, посвященную Российскому государственному герпу под названием «Во угловой арен – символ российской государственности». Я приглашаю к микрофону для приветственного слова генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Кириллова Владимировна Владимировича. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на выставке. И хотел бы несколько слов сказать об этом. 2 ноября 2021 года, день празднования в 302-й Российской империи, мы открываем выставку, посвященную Российскому герпу. В 1721 году «Вугловой арен» стал символом молодой империи, молодого российского государства. Про возглашение России империи и принятие титула императора Петра придали нашему герпу статус имперства и были теми символами, которые позволили встать Россией на новой европейской мировой. Выставка представляет собой историю жизни российского герба в изображении его на различных предметах. Но уникальность состоит в том, что здесь вы увидите предметы с государственной символикой, созданные перед существованием Российской империи, так и в современных образцах. От герба, который украшает Петровские ворота Петропавловской крепости, до керамического герба на фасаде официальной резиденции президента Российской Федерации в Новом Городе. Этим мы хотим показать преемственность и непрерывность нашей истории, истории великого российского государства. Обо всем этом вам подробно расскажет куратор выставки. А у меня есть еще одна важная миссия или задача. Специально к юбилейной дате 303-й Российской империи по заказу нашего музея в Санкт-Петербургский монетный двор была выпущена памятная медаль «300 лет Российской империи», которую мы здесь демонстрируем впервые. На лицевой стороне медали надпись «300 лет Российской империи» и изображен Петр I с императорскими регалями на фоне Петропавловской крепости. На оборотной стороне, на фоне карты Российской империи, представлен гугловый орел, наложенный на коронастаевую мантию. Медаль эта выпущена ограниченным тиражом и станет, конечно, нумизматической редкостью. И первый экземпляр этой медали я хотел бы вручить председателю правления Российского исторического общества, члену Петербургского совета нашего музея, Константину Ильичу Магеревскому. Спасибо. Большое спасибо, уважаемые коллеги. И, конечно, я думаю, для любого человека, кто более-менее представляет российскую историю, огромная честь в этот день, в день 300-летия объявления России империи, быть здесь, в Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости, которая является, конечно, самым главным петровским наследием и самым главным памятником царю Петру. Я хочу поблагодарить Владимира Владимировича, Кирилова, его коллег, сотрудников Музея истории Санкт-Петербурга за то, что, несмотря на все тяжелые обстоятельства этих людей, этот праздник состоялся. Праздник состоялся именно здесь, потому что именно здесь он должен проходить. И вот эта замечательная выставка, она, конечно, подчеркивает, как сказал Владимир Владимирович, непрерывность в российской истории. Я вспоминаю слова Столыбина, он говорил, наш орел, наследие из Альтии, орел бы углавый, и, отсекая ему одну голову, обращенную на восток, вы не заставите его смотреть в одну сторону, вы заставите его только истечь кровью. Я уверен, что больше никогда в нашей истории никому не придет в голову лишать нашего орла голов. Он так и будет парить над Россией, символизировать ее мощь, ее могущество. И в этом нам помогает знание нашей, многолетковой истории, нашей наследия. Спасибо большое. Спасибо, господин Али. Сейчас я приглашаю микрофон-акуратора, выставки ученого-секретаря Музея истории Петербурга, Катерина Ирина Александровна. Пожалуйста. Уважаемые гости, действительно, всех очень рады видеть сегодня на этой выставке. Она посвящена тому, как изображали, как использовали государственную символику на самых разных предметах. От официальных предметов, официальных символов, которые находились в присутствии на местах, в таких же сердцах, и до украшения одежды, много крупных знаков, годовых вещей, которые были в домах у обычных петербуржцев, у обычных наслечений, подданных в мастерской империи. Ну, как опуратора выставки, у меня сегодня очень приятная миссия, всегда приятно говорить спасибо. Я хочу обратить внимание, что в этом пространстве мы видим эти вещи не только из нашего собрания. Выставка в основном построена на предметах из коллекции Музея Истории Санкт-Петербурга, но еще две замечательные компании петербургские дали нам для выставки свои изделия. Это императорский фарфорный завод, вы видите здесь, культурный серийнородный стиль России Каминского. И замечательный предмет, который находится за моей спиной, у него очень сложно пройти. Собственно, это печь кильдей мастеров, Илья Васильевича Молкотрубов. И мы говорим спасибо нашим партнерам за то, что они дают возможность увидеть эти чудесные экспонаты представить их в нашем проекте, посвященном российской государственности и символике российского государства. Спасибо. Среди выставки подошла к концу. Выставка открыта.